Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги и друзья. Я искренне рад всех вас приветствовать в Москве и рад открыть заседание круглого стола по теме актуальной международно-правовой проблемы 21 века. Сегодня здесь для участия в дискуссии собрались представители более чем 20 стран. Это ученые-правоведы, политики, руководители органов исполнительной, судебной власти, общественной деятельности и подавляющее большинство участников дискуссии, это профессиональные юристы. Это, пожалуй, первый такой сугубо правой форум, который инициируется парламентариями. У нас было много причин для того, чтобы организовать эту дискуссию. И прежде всего причина состоит в том, чтобы услышать ваше мнение относительно нынешнего состояния международного права, услышать ваши оценки, которые, к сожалению, игнорируются целым рядом западных политиков. Во многом из-за этого как раз и страдает и международный диалог, во многом из-за этого и возник кризис доверия, и слишком долго не решаются проблемы, от которых по-настоящему зависит судьба мира. Я благодарю, что вы откликнулись на предложение совместно оценить сегодняшнее состояние международного права. Оно семь десятилетий помогало уберечь человечество от катастрофы. Но главный вопрос, поставленный уже 21 веком, а останется ли оно, международное право, верным тому пути, который был избран во многом по итогам Второй мировой войны. Этот вопрос можно поставить и в более жесткой форме. Можно сохраниться ли международное право вообще, и будет ли ему опорой та самая общность народов, которую мы привыкли называть объединенными нациями. Чтобы на это ответить, придется начать с оценки международной ситуации. А она, к сожалению, не дает много поводов для оптимизма. Еще совсем недавно казалось, что международное сообщество твердо стоит на пути диалога и мирного разрешения споров. Что принцип суверенного равенства очевиден для всех, а значит, основанная на нем система сдержек и противовесов самая надежная за всю историю человечества. Однако на наших глазах весь мир вновь тянут в прошлое, выдают свои так называемые санкции за волю всего мирового сообщества, отнимают значимую часть суверенитетов у целых государств. Как это, кстати, 8 лет назад произошло со странами-членами Европейского Союза, у чьих народов даже не спросили согласия на передачу полномочий в экономике и внешней политике. Причем это произошло в странах, которые называют себя примерами и образцами правового государства. При этом забыли базовый принцип правового государства, который состоит в том, что основной источник власти это народ. Вряд ли заключенный в 2007 году Лиссабонский договор можно считать равноценной заменой отвергнутого европейскими народами проекта Конституции Европейского Союза. А Европарламент, урезанный в праве самостоятельно инициировать законы, трудно считать реальным парламентом, способным заменить решения национальных ассамблей. И их члены, наши коллеги парламентарии, депутаты, об этом уже открыто говорят. Между тем, это никак не мешает решать за них ключевые вопросы чинам и чиновникам Европейского Союза. Людям, по сути, присвоившим себе полномочия парламентских институтов. Вопросов, ожидающих профессиональной оценки юристов, слишком много. Мы видим, что международные структуры, созданные как раз для возможности диалога в острые, кризисные периоды, превратились в инструменты, на которых играет бюрократия. Принимаемые там резолюции лишены юридической строгости и меняются вместе с политической конъюнктурой. Двойные стандарты отменили стандарт права. Думаю, только поэтому наличие такого числа международных организаций никак не мешает Соединенным Штатам безнаказанно проводить односторонние действия, ничего общего не имеющие с правом. Скажите, с какими международными принципами соотносится признание Соединенными Штатами себя неким исключительным государством? Этот термин исключительный не просто ведь фигура речи, а официальная доктрина, не раз звучавшая в ручах американских президентов и пентагоновских начальников. История хорошо знает, какой международный порядок такие признаки напоминают. Это порядок эпохи колониализма, старая и жесткоимперская модель, где никак не равны ни народы, ни расы, ни государства, ни люди. Не равны юридически. Такие модели во все времена держались не на праве, а на произволе. Не потому ли нынешние международные суды могут выносить абсолютно разные вердикты в схожих ситуациях, а прецеденты, например, Косовский, могут быть приняты или не приняты во внимание в зависимости от позиции известных держав только им в угоду. Я уже не говорю о свободе информации, которые сейчас стали манипулировать настолько вольно, что уже все страны Европейского Союза могут оказаться в информационной блокаде. И лишь потому, что так решит кучка ЕСовских начальников. Не это ли истинный пример незаконной санкции? И не это ли изоляция, вернее самоизоляция Европы? Странно, что это видим только мы, которых так упорно, но безуспешно пытаются изолировать. Желание заглушить иное мнение не укладывается ни в одни правовые рамки. Ничем разумным невозможно объяснить и ограничение полномочий российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, а также запрет на участие в заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки. Вернее, объяснение тут одно. Но оппоненты знают, что не смогут убедительно возразить нам, и лишь потому уходят от предметного разговора. Добавлю, что до сих пор не выполнено решение ассамблеи ОБСЕ о создании контактной группы по Украине. И не рассматриваются российские инициативы, связанные с осуждением персональных санкций против парламентариев. Согласитесь, что эти вопросы тоже к юристам, которые хорошо понимают саму природу депутатского мандата. Ведь никакие бюрократические регламенты не вправе лишить права голоса или закрыть рот избранными своими народами членам ассамблеи. В противном случае становится бессмысленным всякое участие в деятельности таких организаций. Далее. Вы знаете, уже не только в странах Балтии, но и на Украине стало нормой оправдывать и даже прославлять пособников нацизма. Но общеевропейские структуры закрывают на это глаза. И в итоге эта опасная зараза лишь расширяет свой ареал. По той же причине прибалтийская практика массового безгражданства уже долгие годы рушит безусловный принцип равенства политических прав и разрывает единство правового пространства Европы. Кто-нибудь из присутствующих может точно предсказать, куда однажды приведет этот разрыв между правом и моралью, между законом и его издевательским применением. Скажите, почему столь безнравственная правотворческая практика прижилась в странах Запада? Да еще и навязывается другим в качестве сомнительного эталона. Еще одна тревожная тенденция. Если ранее в резолюциях Совета Безопасности ООН НАТОвские страны хотя бы пытались искать юридические лазейки, ну как вот это было с Ливией, то теперь резолюцию о Минских соглашениях просто ставят с ног на голову. Вместо того, чтобы добиться от Киева исполнения взятых обязательств, Запад предъявляет требования к России, которых в Минских соглашениях просто быть не могло. Ведь Россия в Минских соглашениях выполняет ту же функцию, что и Франция и Германия. Уважаемые коллеги, надеюсь, что все же из нынешнего кризиса безопасности выход все-таки есть. Он на путях нашей общей работы по защите тех норм и обычаев, с которых когда-то начинался широкий диалог о международном праве. Имею в виду и защиту гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов, и недопущение запрещенных форм ведения боевых действий и другие ключевые гуманитарные вопросы. Но если даже по ним не достичь согласия, то международное право, каким мы его знаем, может уйти в прошлое. Перестанет действовать главный всеобщий императив, а именно человеческое отношение к другому человеку, независимо от того, где он живет, разделяет ли ваши взгляды или нет, является оппонентом или хочет оставаться в стороне. Я уверен, что если именно здесь мы увидим прогресс, появится новая надежда для всех. И хотя многие сейчас хотели бы забыть первопричину нынешнего острого кризиса в Европе, да и в мире, рано или поздно придется дать четкую юридическую оценку и вооруженному государственному перевороту в Киеве, и сожжению десятков людей в Одессе и к гуманитарной катастрофе Донбасса. Наверное, в общей реакции на подобные вопиющие факты, на подобные преступления, сейчас и решается дальнейшая судьба международного права. Продолжение следует...